И сейчас вашему вниманию предлагаю следующую передачу. Эта программа готовится в рамках оплаченного времени от Церкви Наследия. Как всегда для вас эту передачу проведут два пастора. Это главный пастор Церкви Наследия Вячеслав Кучер и его помощник, второй пастор Станислав Иванович. Приветствуем вас, братья, в нашем радиоэфире и внимательно вас слушаем. Добрый день, дорогая радиослушатель, в эфире христианская радиопередача Наследия. И сегодня я такое слово читаю. «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». Здесь написано это в 48-м псалме. И об этом уже писал, да, об этом уже говорил. Он знал, что вот какой-то день придет, и он будет, и его жизнь здесь закончится. И он будет идти на небеса. И он пишет здесь, что он избавит душу мою от власти преисподней, что Господь вспомнит о нем, что Господь его примет. И, знаете, и когда мы слушаем вот примерно вот такое, такие вот сказания глубоко верующих людей, которые уповали на Бога, и, знаете, оно как-то вот радует человека. И каждый раз человек больше знакомится с Богом. И это тоже дает какую-то вот радость человеку. Вот как-то мы вот сейчас имели опять похороны. Старушечка, по-моему, 90 с лишним лет прожила, как я сказал, что я увидел в этой старушечке, когда мне приходилось заходить в этот дом, то она такая улыбающаяся. Ее кормят какой-то такой кашечкой. И она все равно, ой, как нам хорошо, слава Господу. Вот, бедненькая такая, вот, но вот увидел я в ее лице, вот, в том, что она вот могла вот эти радоваться, вот таким, может быть, и не совсем такими хорошими условиями жизни, по сравнению вот с другими. Я вот просто так смотрю, такая простота, вот. Ну, она вот такая улыбающаяся, и несколько раз я ее видел такому вот. Вот, и, как я сказал, вот она ушла в вечность, и, знаете, о ней мало что говорилось, и мало кто знал. Ну, вот такое я увидел. Встречал я людей, которые отходили или были вот на утрах болезни, или вот, люди в разном состоянии были, недовольствовали. Ты же чем меня кормишь? Ты не могла дать такое полотенце. Ты же что принесла и прочее, или принес. И, то есть, разные вот люди, и как-то тяжело им угодить. Кто-то говорит, ты знаешь, как нам тяжело с этой пожилой женщиной. Вот она и не так, и не так, и не то, да, и не то, да. И не знаем, в конце концов, мы так устаем от этой пожилой женщины. И есть такие вот семьи. То есть, и зависит от чего это состояние человека. Давайте, наверное, будем рассуждать, и почему вот иногда такое состояние, такое вот обостренное, или такое нервозное, почему есть люди, вот имеющие мир. Станислав Иванович, вы, пожалуйста, немножко подключаетесь к этой теме. Как вы к этому можете анализировать, и вам уже тоже приходилось не раз встречаться вот с людьми. Добрый день, дорогие друзья, поистине. Смерть, она, конечно, очень печальна для людей, и не очень, кажется, с одной стороны, как бы приятно, говорят, быть среди похорон. Но Писание говорит, что лучше быть в доме плача, пожалуйста, проходите. В доме плача, нежели в доме радости. И что удивительно, этой женщине было, мне понравилось, что она такая, говорят, свидетельство, такая кротенькая была, такая, очень, как написано, что великое приобретение быть благочестивой и во всем довольной. Мы видели свидетельство об этой старушечке, что она была во всем довольна. Как бы ее не кормили, как бы к ней приходили, что бы ее не трогали. Она все время радовалась, всегда улыбалась и была довольна. 94 года, слава Богу, дорогие. Если мы будем поистине соответствовать Писанию, чтобы быть именно довольным во всем всегда, когда нам кажется, что мы иногда недовольны, то нам кровать не такая, то здесь вещи не такие, то питание такое, то одежда не такое, правда ведь, да? А когда человек всегда всем доволен, то он и мир имеет в своем сердце, расположение правильное. И вот свидетельство, там и внучки были, и сын свидетельство, да, и многие другие. И было очень приятно слышать, что действительно человек ушел к Богу в мире. И поэтому это такое вот важное, как бы, качество в человеке, когда он идет, он встречает с Господом, чтобы он уходил с миром, и о нем говорили только хорошие слова. Потом Иисус сказал, что очень важно, только тогда узнают люди, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь друг к другу. А у нее как раз была такая любовь и к сыну, и к знахе, и к внучкам, и всем окружающим ее. Никто не мог сказать ни одного користного слова об этой бабушке. 94 года. Это удивительно. Поэтому, слава Богу, что такие люди, которые до конца остаются верными Господу, и они идут навстречу Богу в мире, в радости. Я уверен, что с надеждой, и знают, что куда они идут. Еще заметил, вот мне просто потом сказали, там была свекровь, которая у нее, вот у них в жизни не получилась, то есть у них был развод с ее сыном, и она вот вспоминала о ней, и потом она сказала, и сказал ее сын, она никогда не сказала тебе плохо. Никогда. То есть промолчала. То есть она не вызвала. Потому что есть другие женщины встречаются, которые уже пожилые, довольно, и еще высокое образование, и люди, можно сказать, этики. Но мама мне говорит, она всю жизнь испортила моему сыну, пускай ее тоже постигнет. То есть ей 90 с лишним лет женщин, другой. И я так, знаете, думаю, я ей говорю, может быть, может быть, как-то можно простить. Нет, ее нельзя простить. То есть мы видим, что не всегда это, вот именно в старом возрасте, наверное, люди в чем-то, вот именно, как-то они, вот не могут это, не все могут побороть. Ну, не все эти люди, не все понимают, что есть Бог. И каждый человек, он ответственный за свою жизнь на земле. И именно такой возраст, это особенно должен говорить каждый день, что я должен быть готовым к встрече с Господом. Как я должен жить? Я должен жить в мире. Я должен любить даже врагов своих, тем более близких и родных. Ни одного гнилого слова, ни одного укоризного слова. Только с милосердием, с кротостью, с воздержанием. Особые качества должны быть человека, потому что я иду каждый день, и не знаю, что завтра все равно будет. Если вы выйдете сегодня, то этого мало что не моего. Писание даже говорит, не думайте завтра же, а именно сегодняшний день. Поэтому сегодняшний день решает все наши вещи. Поэтому очень важно научиться нам быть готовым к встрече с Господом. И научиться нам именно прощать людей. Это очень важно, потому что если мы не прощаем, то Писание говорит, что Бог не просит нам, понимаете. Поэтому я встречал тоже людей, которые уже невозможно. Он пошел, очень убил много людей. Я говорю, ты знаешь, я ложусь спать, и мне каждый день снятся эти люди, которых я убил. Они мне просили прощения, а я их не прощал. Вот что мне теперь делать? Ты можешь мне помочь? Я ложусь, я не могу спать. Я мучаюсь ночами, потому что я только засыпаю. Тоже эти люди, которых я убил, а он ни одного человека убил, они кричат, прости нас, а я не прощаю их. Это меня мучает, меня это коробит. У меня голова идет куда? Что мне делать, Станислав? Я говорю, я тебе не могу помочь. Но если кто может помочь, встань на колени, обратись к Господу, покайся перед Ним. И я верю, что Бог сделает тебе, что ты будешь чувствовать, что ты прощенный. Хотя ты сделал много дел, да, ты неправильно сделал. Ты был гречник, ты был убийцей, это плохо. Это при глазах Бога плохо. Но есть милость Божия прощения, когда Бог обращается к Нему, Бог прощает тебе все твои грехи. И с сегодняшнего дня ты будешь иметь мир и спокойно будешь спать. Правда так? Конечно, да. И он это сделал. Еще хочу сказать, буквально недавно, я познакомил один пастор, уже пожилой, сказал, он говорит, в общем, он в состоянии очень возбужденном. Он говорит, я знаю, что я сделал много неправильного, много отлучил от церкви, но это был закон, это было строение когда-то. И я в чем-то не знаю, как мне выйти с этого состояния, но он очень такой возбужденный, пожилой человек. Он много лет был пастырем. И говорит, что это был и такой порядок, то есть строение самой, построение церкви было. И он не имеет мира человека. Вот уже перед переходом вот так он, не знаю даже, как выйти. То есть как будто Бог не прощает, не дает ему мира. Такое может быть. Я встречал, вернее, две такие вещи, вернее, два человека, которые пришли в собрание, оба молодые парни, оба молодые парни, и сидели, слушая Слово Божие. И пожилой пастор был, он говорил об Иисусе Христе, что Иисус сегодня любит, приглашает, кто желает обратиться к Господу. Один из них так посхватился, молодой, два друга. А тот подержал его рукой, куда торопится, мы же молодые, все впереди, слушай, успеем. И потом в процессе жизни тот, который удерживал, обратился к Господу, стал христианином. А этого, которого он удержал, так и не мог покаяться. Он нет у меня, понимаешь. То, что тогда у меня было, оно пропало. Нет у меня. Нет, понимаешь. И он умирал. Этот проходил, просил, просил, что тот простил его, что просил, что я, мол, задать его удержал. Я не знаю, почему. И вот такая ситуация. Сегодня с нами также, и вот сегодня есть сестра Аннора. Она ведет женское служение. Может быть, как-то Господь ее именно на этом использует. И поэтому я хочу немножко дать слово ей. Ей дать слово, как она видит, что в ее труде. Знаете, мы делаем какой-то определенный труд. Дают наши советы. И всегда ли они действительно дают, это действительно ли Бог их использует через наши советы. Или иногда мы говорим, что какой-то даем совет потом, который приводит к какому-то нехорошему последствию. Или совет жене, или совет мужу. И они приходят домой. И зачем ты ходила к такой Анноре? Она очень насоветовала. Вот святая еще стала лучше вместе с этой Аннорой. То есть по-разному есть. Также я просто слышу советы. И бывает, люди идут к каким-то советчикам. И они говорят, да я лучше туда не ходил, ты что меня опозорила. Да, в общем, это где-то с ней связалось. И прочее. То есть я слышу такие тоже, вот такие обиды людей. Аннора, вот вы даете определенный совет каким-то семьям. Как вы видите, эти люди не должны чувствовать, что они должны спрашивать у вас. Или это слово, которое вы, может быть, подсказываете, оно, вы чувствуете, что это от Бога, что оно все же действительно принесет мир этому дому. Ну, что действительно я не наврежу этой ситуации. Пожалуйста, подсказывайте. Ну, основанием всех наших действий и советов должно быть Слово Божье. И мы не можем советовать что-то от себя. Мы не можем советовать что-то, что мне кажется правильным. Потому что иногда кажется, даже иногда кажется, что вот даже некоторые братья говорят, ну, к примеру, вопрос повиновения. В Библии написано, что всякому мужу глава Христос, и жене глава муж. И некоторые считают, что ну как можно повиноваться такому мужу? Может быть, он недостаточно духовный или недостаточно образованный. Но так говорит Слово. И, конечно, каждую ситуацию нужно разбирать отдельно, помогать. Но у нас должно быть основание. И основание служения в церквах, вот, помощи женщинам именно, мы не можем учить мужчин. Это должен делать пастырь, это должен делать мужчина. Но мы можем помогать женщине стать хорошей женой и хорошей матерью. И этому основанию в послании Тифту во второй главе, где апостол Павел, он выше, в первой главе, он говорит, что «Как я тебе приказывал, Тит, поставь в пресвятеров». И дальше он дает полное указание, кто в церкви, кому должен помогать в духовном возрасте, в росте, наставлять. И женщина должна наставлять женщина. В чем именно? Именно в житейских вопросах. И именно, как вести хозяйство, как вести дом, как планировать финансы. И как научиться, вразумлять их, научиться любить мужа и любить детей. Поэтому есть основание в слове. Потому что, если женщина приходит в церковь, и, к примеру, если она очень занята, и раз в неделю она слушает два часа в собрании, там, 40 минут проповедь, и этого недостаточно для нее, потому что прессинг со стороны этого мира и философия этого мира, она настолько ее прессингует, что тебе нужно то, тебе нужно это, и тебе вот это точно нужно. И навязывание вот этой идеи свободы, идеи независимости – это ложь. Этого нету, что женщина может стать независимой, женщина может стать свободной, избавиться от, может быть, мужа с трудным характером. Это ложь, в которую многие женщины попадают. И хотят быть независимыми. От кого идея независимости пошла? От дьявола. Он захотел быть независимым, восстал против Бога. И мы все взаимозависимы. И брак – это, он нерушим, потому что это не идея человеческая, это идея Божия. И все советы, и все консультации, и все помощи основаны на слой Божьем. И я верю, что нету такой неразрешимой ситуации, в которой бы Бог не мог помочь. Абсолютно. В любой ситуации можно помочь. Может быть, люди либо поздно обращаются, либо просто опускают руки, либо не хотят смирять свое «я». Вот это чаще всего эгоизм – это первая проблема, когда человек не хочет смиряться. Но брак – это большая ответственность. И важно учить молодых, которые вступают в брак, что это один раз и навечно. Это очень большая ответственность. Не только друг перед другом, не только перед пастырем, церковью, и перед Богом, и перед обществом, перед государством – это большая ответственность. И человек должен подойти к этому очень подготовленно. Думаю, одна из причин, потому что молодежь недостаточно подготовлена к браку, и не те ожидания от брака. Опять же, философия этого мира влияет, что я выйду замуж, он будет обо мне заботиться. Это должно быть, это включает. Но в браке много других моментов, таких, как когда нужно жертвовать собой, своим «я» и понимать, что такое помощница, жить уже в интересах друг друга, а не в личных своих. И много-много разных моментов. И в наших церквах отсутствует служение на основании титул второй главы, когда женщины на начальном этапе, молодые жены, не знают, кому пойти. Даже какая-то элементарная проблема, которая при хорошем совете и при молитве, она тут же разрешится, но она вырастает. Потому что когда люди конфликтуют, конфликт неизбежен в любой семье, когда в кризисные какие-то моменты. Важно вовремя помочь и направить, чтобы человек простил, человек подошел к этому конструктивно. Но не умея конструктивно конфликтовать, у людей остывает чувство друг к другу. И отсюда эта проблема растет. А своевременная помощь, а лучше даже профилактика, помогла бы предотвратить эти конфликты и разводы, и другие проблемы. Можно задать следующий вопрос. Вы не думаете, что могут быть браки, то есть, ну, брак, он вроде как и в церкви, но именно это не произошло в сочетании. То есть человек взял не свою половину, и какое-то время они живут, как они пытаются, как ее устроить, и в конце концов, или они погрызутся, или в конце концов голову друг другу побьют. И, в общем, если кто-то пытается дальше, дальше, дальше продолжить. У меня просто была история, так и похоже. Я пытался это сделать, и одна из, уже как-то американка везла эту женщину домой. Она говорит, почему ты трясешься? Она говорит, да у меня вечером будут опять свои сюрпризы. То есть человек выпьет пиво, там, мы-то думаем, терпи, говори, молись Господу. А она говорит, что нет, ты не поедешь. Езжает ко мне домой, а этот человек разоренный, на другой день пришел, туда бросился к этим американцам. Я вам тут покажу. То есть воспитание наше было такое, вы чего. И там впрыгнул в этот, разбил окно, вызвал полицию. И так, в конце концов, этот брак не состоялся. Как мы не пытались. Я просто то говорю, что, может быть, человек вышел замуж, или, может быть, не свое взяла. И, конечно, у этой женщины, может быть, второй был неправильный брак. Но сейчас вот тут они живут в третьем браке, вроде счастливые люди. И, знаете, для меня этот вопрос стал тоже очень интересный. И она мне говорит, а помнишь, ты мне советовал, чтобы я из ума сошла, мне так было тяжело. А ты все мне говорил, терпи, мы будем за тебя молиться, давай еще мне помогай. То есть мы приходили. Вот такое было с одной из семей, которая, может быть, на меня имеет еще обиду. Но дело в том, что кто же ответственен, когда она выбирала мужа, если он выпивал, если он распускал руки. Большой вопрос, верующий ли он. И мы имеем в Библии конкретное указание, что брак должен быть в Господе. То есть она должна была выйти, если она хотела иметь хороший брак, она должна была молиться и просить Бога. Может быть, она сама выбрала молиться и просить Бога, чтобы Бог послал. Самое главное, чтобы этот брак был в Господе. Нету такого понятия «моя половинка, не моя». Это ложное учение, которое говорит, что какой-то Бог разбросал половинки яблок по земле, и ты должен собрать свою половинку. Потому что практика показывает, что большинство браков, когда тестируешь мужа и жену, они абсолютно противоположные личности. У них разный интерес, разный вкус и в музыке, и во всем. Но тем не менее, есть благодать, есть принятие, есть прощение, есть милость. Когда люди имеют страх Божий, Бог дает им силы, они вмещают, они прощают, они вовремя налаживают отношения. Если она вышла замуж за неверующего человека, который не имеет страха Божьего, если он ворвался в чей-то дом и там что-то сломал, то при чем тут пастырь или при чем тут Бог? Конечно, терпеть она должна была по Писанию. Если она сделала такой шаг на основании первого послания Петра, 3 глава, она должна была своей кротостью приобретать, завоевывать его на основании слова. А если основание на ее второй брак и на ее третий брак – это вопрос? Понимаете? Ведь брак – это не то, чтобы мне было хорошо. Это философия этого мира. А брак – это идея Божья. И брак показывает отношение Бога к людям и отношение Христа к Церкви. И мы должны быть отражением, наши браки должны быть отражением Христа к Церкви, чтобы люди видели, как жить. Потому что люди живут во тьме, у них сейчас разум помрачен. Они что только не придумывают для брака, что только не придумывают. И поэтому наши семьи должны быть крепкими. Потому что, когда наши семьи распадаются, это большое преткновение и очень плохое свидетельство для Церкви Христовой. И для окружающих людей они притыкаются. «О, смотри, они верующие, разводятся, ходят в церковь. Значит, нам вообще можно все, что угодно делать». И Бог за это спросит. Это большая ответственность. Это так кажется, что я разведусь, и все будет прекрасно, чудесно, я заживу. У неверующих есть такой вот юмор, что муж – это чемодан без ручки, который неудобно нести, жалко выбросить. Но это не библейский подход абсолютно. Брак, вот когда Христос говорил, что должен прощать до 70 раз. Ну, я думаю, что это больше всего отнесено к браку, к семье. Потому что, ну, когда мы брата какого-то или сестру встречаем там раз в неделю, будем столько раз прощать. А брак, некто сказал, что в браке ты должен стать экспертом по прощению. Потому что два несовершенных, даже если они верующие, два несовершенных человека, два грешных сходятся и видят слишком близко все недостатки друг друга. И они должны покрывать любовью. И это не всегда получается. Особенно если люди не обучены, люди не наставлены, им сложно. Еще есть бэкграунд, то, что у них семье не принесли. Если папа кричал на маму, это было окей в семье, парень перенесет это в свою семью. Или то же самое, если жена была ленивая, там, девушка перенесет это в семью. И много-много разных моментов. И церковь ответственно наставлять молодые семьи. Ответственно, потому что это лицо церкви. Наши семьи — это лицо церкви. Если семьи разводятся, вопрос, достаточно ли они наставлены в браке. Потому что нет идеальных браков. Есть браки, над которыми не работают. И нет плохих браков. Есть браки, над которыми не работают. И здесь уже ответственность мы должны научать. Это повеление Господа. Мы должны научать молодых женщин любить мужа, принимать его, прощать его. И также братья должны учить молодых мужчин любить жену, как церковь, как Христос возлюбил церковь. И поэтому тот случай, который вы говорите, изначально видно, что женщина сама, сестра сама сделала неправильные шаги один. И чаще всего, когда разводятся и вступают в второй брак, они переносят, они думают, что проблема в партнере, а проблема в самом человеке, что он не смиряется. И он переносит эти проблемы с одного брака во второй брак. На этом наша передача подошла к концу. Также хочу сказать, один из таких больших, можно ли, проповедников, ведущих молодежи, человек, который я знал, и все же в конце получилось, что у них просто не состоялся, в конце получился развод. Он женился второй раз по спешке. И сейчас третий у него, третий раз женился. Но он один из таких знаменитых проповедников, может быть, лидер молодежи большого города. И, наверное, ни одного, мы скажем, ни одного человека. Поэтому давайте слушать нашу передачу в следующий раз. До свидания. Ну да, даст нам Бог мудрость и помощь во всем. Но я верю, что Господь действительно, как вы сказали, кого Господь сочетал, человек, который не излучает. До свидания с Богом.